У манипуляции рынка много различных форм и размеров. Но у нее всегда одна и та же жертва. Вы розничный инвестор. И мы говорили об этом на этом канале ранее. И угадайте что? Это все еще происходит. И пока крипторынки манипулируются, мы продолжим об этом говорить. Продолжай говорить. И вот почему сегодня мы разберем самые распространенные формы манипуляции в крипто. И как вы можете заметить эти практики и оставаться на один шаг впереди фокусников. Погнали! Итак, кто манипулирует крипторынками? Ну, как почти совсем в жизни, маленькая группа контролирует рычаги власти. И это не розничные инвесторы, такие как вы и я. Если вы думаете о китах, вы на правильном пути. По определению, у китов так много крипто, что их действия могут сдвигать рынки. Тем не менее, большое портфолио еще не означает манипулятор рынка. Большинство китов такие же, как мы. У них просто больше крипто. Это определенный набор людей, о котором вам стоит беспокоиться. Это так называемые «умные деньги». Это просто лестный термин для институциональных игроков, таких как венчурные капиталисты, биржи, маркетмейкеры и институциональные инвесторы. Плюс парочка элитных трейдеров. Если они «умные деньги», то кто же мы? Мило, не правда ли? Проблема в том, что они знают точно, как мы работаем. И большинство из нас не имеют понятия, как они работают. И они используют это для собственного преимущества. Одна вещь, которая отличает их от нас, это то, что мы – дискреционные трейдеры. Это означает, что мы принимаем решения, опираясь на наше суждение, опыт и анализ. Неизбежно есть невероятно эмоциональный компонент, и в основном это страх и жадность. Два очень мощных двигателя человеческого поведения. Более того, мы часто опираемся на одни те же индикаторы и технический анализ для принятия решений. Покупай, когда RSI внизу, продавай, когда он наверху, устанавливай стоп-лоссы немножко ниже поддержки или выше сопротивления и так далее. Все это делает нас довольно предсказуемыми. Умные деньги изучают эти паттерны и инвестируют миллиарды долларов в алгоритмические торговые системы, чтобы использовать их. Вместо того, чтобы надеяться на дискреционный трейдинг, их системы используют математические модели и заранее установленные критерии, такие как цена, тайминг и количество. И не нужно говорить, что эти системы устойчивы к FAD и FOMO. Большинство алгоритмов работают на стратегии пробоев. Когда цена переходит ключевой уровень, обычно происходит увеличение заказов на покупку и продажу. Алгоритм здесь проводит сделки, чтобы забрать ликвидность, которая сконцентрирована в этих областях. Для умных денег ликвидность первостепенно. У них обычно невероятные позиции, и они хотят войти и выйти с минимальным проскальзыванием. Чтобы это сделать, они постоянно целятся на ключевые уровни, где другие трейдеры концентрируют заказы. В случае бирж и маркетмейкеров, они точно могут видеть, где ваши заказы. И это как играть на легком режиме. И да, сенсация, некоторые биржи торговали против своих клиентов. Рыночная манипуляция появляется, когда умные деньги намеренно задавливают цену наверх или вниз, чтобы достичь этих ключевых уровней и забрать ликвидность. Чем больше ликвидности они заберут, тем больше потенциальной прибыли они могут получить. Если вы опытный трейдер, вы знаете это очень хорошо. Эти манипуляции появляются на графике, как длинные фитили. Конкретнее, так называемые скам-фитили. Эти фитили появляются, когда крипта торгуется в области, а потом резко из нее выскакивает перед тем, как вернуться, обычно на более мелких таймфреймах. Это неестественное движение цены. И оно обычно не является случайностью. Кто-то поместил большой заказ на покупку или продажу, чтобы заставить цену двинуться вверх или вниз. В некоторых случаях эти заказы даже не настоящие. Чтобы узнать, как это работает, можете посмотреть это видео. Вот здесь, где мы объясняем концепт спуффинга. В любом случае, умные деньги перекидывают туда-сюда свои сумки, чтобы затолкать цены вверх или вниз. И делая это, они могут спровоцировать ликвидацию других трейдеров. И, конечно же, одна ликвидация может спровоцировать другую, вызывая каскадный эффект, который давит цены еще дальше в направление, которое нужно умным деньгам. Как результат, эти манипуляторы могут заполнить свои большие заказы со скидкой или премиумом относительно честной цены, по которой торгуется актив. Чем менее ликвиден актив, тем легче манипулировать его ценой. В неликвидном рынке будет очень тонкая книга заказов. Означает, что существует большой спред. Спред – это разница между ценой, по которой продают продавцы, и ценой, по которой покупатели пытаются купить. Широкий спред может вылиться в безумные движения цены. И это делает эти рынки готовыми к эксплуатации кем угодно, у кого есть достаточно крипто. И кто хочет запампить или задампить цену намеренно. Еще стоит отметить, что многие институциональные игроки покупают и продают крипто, OTC, именно для того, чтобы избежать такого влияния на публично торгуемые рынки. И учитывая это, те игроки, которые проводят свои огромные сделки на биржах, вызывая дампы и провоцируя массовые ликвидации, почти определенно делают это намеренно. Итак, как нам не пасть жертвой этих тактик? Первым шагом будет принять, что нет, вы не параноик. Рынок действительно двигается так, как будто кто-то пытается поиметь как можно больше людей. Чем больше вы понимаете, как манипулируются эти рынки, тем лучше ваш риск-менеджмент. Если вы торгуете фьючерсы, держать вас в 100+, подальше от цены ликвидации – это минимум. Помимо этого, вам стоит рассмотреть, размещены ли ваши стопы на предсказуемых уровнях, где у других игроков могут быть их стопы. Чем больше заказов в одной точке, тем больше стимул для умных денег пойти охотиться на вас. В целом, вам стоит поглядывать на более крупные таймфреймы. И это работает для спота и для деривативов. И это из-за того, что долгосрочные тренды более вероятно отражают настоящий спрос и предложения, чем краткосрочные движения, которые могут быть шумными и легко манипулируемыми. Давайте вот так. Чем, как вы думаете, проще манипулировать? Недельной свечой или 15-минутной свечой? Трейдинг на мелких таймфреймах обычно означает ставки на более мелкие движения. И чем меньше движение, которое нужно для манипуляции или ликвидации вас, тем проще умным деньгам сделать это. Мы обсудили манипуляцию цены умными деньгами. Но различные институционалы манипулируют рынками различным образом. Есть много форм манипуляции. Но сегодня я хочу поговорить об одной из самых мерзких. Скам-фитиль дня листинга. Итак, о чем это? Если вы когда-нибудь были свидетелем листинга крипто, на централизованной бирже вы знаете, что это хаос. Цена почти улетает в небеса перед тем, как падает обратно на землю и в итоге стабилизируется. Для любого, кто пытался купить или продать, торгуя открытие. Волатильность может заставить все ощущаться как схему памп и дамп. В некоторых случаях листинг сам по себе это такой важный момент, что крипто, которая листится, мгновенно устанавливает новые all-time high. Но что вы можете сделать, вся эта волатильность, это просто взволнованные покупатели, дерущиеся за блестящий новый листинг. Верно? Ну да. Но это не вся история. Биржи склонны листить крипто со скидкой к их рыночной цене, если таковая существует. И это гарантирует, что будет очень много спроса, когда торговля начнется. С другой стороны, если крипто дебютирует на публичном рынке, то у нее обычно завышенная цена по отношению к тому, что заплатили частные инвесторы. Но это не важно, потому что частные рыночные цены публично неизвестны. В любом случае, когда открывается торговля, всегда есть огромная зеленая свеча. Если у крипто была предыдущая рыночная цена, листинг заставляет ее глотать пыль. Итак, вы открываете биржу, и что вы видите? Еще один новый листинг улетает на Луну. Кто знает, как высоко это может полететь? Может быть, стоит попытаться запрыгнуть в пояс на Луну, и полетели, как мотыльки, на огонь. Но постойте, разве биржи не должны иметь достаточно ликвидности, чтобы не дать ценам полностью сойти с ума? Не в этом ли суть? И почему новые листинги такие волатильные? Неужели там действительно так много спроса каждый раз, когда листится новая крипта? Даже если она гораздо выше рыночной цены. Но ответ на все это лежит с маркетмейкерами. Если вы не знаете, маркетмейкеры — это компании, которые работают с биржами или криптопроектами, чтобы предоставить ликвидность их работа, постоянно заполнять книги заказов с заказами на покупку и продажу, чтобы на любой цене были сделки. В итоге они заполняют пустоты между органическими заказами на покупку и продажу пользователей этой биржи. И это создает узкий спред. Следовательно, это минимизирует проскальзывание и создает производительную торговую среду для всех. Не стоит заблуждаться — это очень важная роль. Нам нужна ликвидность, которую они предоставляют. К сожалению, природа их роли дает маркетмейкерам невероятные возможности для манипуляции ценой. Итак, как они управляют новыми листингами? Ну, когда запускается проект на бирже, он обычно дает взаймы большую часть своего предложения маркетмейкеру. И трейдеры должны иметь возможность покупать и продавать это крипто, как только оно появится на бирже. И чтобы сделать это возможно, маркетмейкеры заполняют предторговую книгу заказов с заказами на покупку и продажу. Это то, где манипуляция может начаться. Для крипто, у которых публично доступны данные цены, и ответственный маркетмейкер заполнит предторговую книгу заказов с заказами в районе нынешней рыночной цены. Даже если крипто начинает торговаться со скидкой, книга заказов должна иметь достаточно ликвидности для того, чтобы цена стабилизировалась на непосредственной рыночной цене. В конце концов, арбитраж гарантирует, что разница в цене в итоге будет выглажена. Тем не менее, маркетмейкеры часто выбирают не делать этого, и вместо этого намеренно недокапитализируют предрыночную книгу заказов. Вместо концентрации заказов вокруг непосредственной рыночной цены, ликвидность распределена очень тонко, давая очень широкий спред книги заказов. Результат – когда открывается торговля, цена взлетает наверх, поскольку заказы на покупку расплавляют заказы на продажу в книге. Если цена достаточно высоко, маркетмейкер агрессивно шортит токен с теной заказов на продажу, который впитывает спрос и дампит цену. Вот пример того, как это выглядит. Ранее в этом году на крупной бирже запустился токен ТАО, и он сразу же улетел на 1250 долларов, устанавливая новый all-time high гораздо выше рыночной цены на любой другой бирже. Это движение цены сильно ломает структуру рынка и может привести к длительным периодам движение цены только вниз. Конечно же, не все маркетмейкеры так работают, но, похоже, очень мало ответственности на тех, кто так делает. Анализ, опубликованный CoinTelegraph, изучил 93 листинга на крупных биржах с апреля 2024 и выяснил, что 78% из них последовали этой манипулятивной модели, которую я только что описал. Автор категоризирует 78% этих листингов как паразитирующие и выяснил, что они вылились в 420% увеличение в рыночной волатильности из-за сильного недостатка в предложении и раздутых цен, что привело к тому, что рынок забросили. Для криптопроектов листинги на крупных биржах обычно считаются бычьим катализатором и важной вехой в проекта. И, конечно же, нескрупулезные маркетмейкеры знают это. И этот бычий нарратив листинга дает им прикрытие для их абсолютного беспредела. Создавая искусственный дефицит в книге заказов, они гарантируют огромный памп на листинге. И это развивается само, поскольку памп заставляет незнающих покупателей влетать на фомо и поднимать цену на неустойчивые уровни, после чего маркетмейкеры дампят на них всех. Это иллюзия невероятного спроса, когда на самом деле суть в том, что предложение удерживается. И самый изврат в том, что это именно там, где ликвидность должна быть самой глубокой и предотвращать такую волатильность. К сожалению, маркетмейкеры не отвечают перед нами. Мы не их клиенты. Тем не менее, мы можем защитить себя и протестовать, пережидая день листинга на централизованных биржах. Если достаточно людей знают, что они делают в один прекрасный день, это может перестать сходить им с рук. Последний тип манипуляции, о которой я хочу поговорить, это сломанный объем. Подозрительный объем сам по себе не может вам все рассказать, но он может предоставить подтверждение, если вы думаете, что что-то ненормальное происходит с ценой крипта. Например, резкий всплеск в объеме, у которого нету явного катализатора. Может быть, из-за кого-то, кто пытается манипулировать ценой. С другой стороны, ненормально равномерный объем – это признак воштрейдинга. Воштрейдинг – это, по сути, искусственный объем. Другими словами, кто-то торгуется сам с собой, чтобы заставить других думать, что объема больше, чем на самом деле есть. Воштрейдингом пользуются два типа людей. В первую очередь, у вас есть централизованные биржи. Им нужен объем, чтобы привлекать пользователей и улучшить свои оценки на сайтах, таких как CoinMarketCap и CoinGecko. И во вторую очередь, у вас есть криптопроекты. Им нужен объем, чтобы создать впечатление, что рынку не наплевать на их токен. И есть двойная проблема. У некоторых бирж есть неписанные правила, что крипта должно сохранять определенный уровень объема. В первую очередь, чтобы залиститься. И во вторую очередь, чтобы избежать дилистинга. Это может привести к тому, что инсайдеры проекта воштрейдят свое крипто на бирже, где биржа тоже занимается воштрейдингом. И это очень много мытья. Так почему же ощущается так грязно? К сожалению, воштрейдинг процветает и на централизованных, и децентрализованных биржах. Национальное бюро экономических исследований в 2022 году изучило 29 нерегулируемых централизованных бирж. И заключило, что в среднем больше чем 70% их объема был воштрейдингом. И среди 12 бирж второго уровня это было ближе к 80%. Итак, а почему вам должно быть не наплевать на воштрейдинг? Ну, вы когда-нибудь видели шоу Трумэна? Вы хотите торговать актив, где у вас нету никакого представления о том, какая часть объема настоящая? Что если это только вы торгуете в одиночестве в океане кошельков, которые контролируют инсайдеры проектов? Не звучит как обещающая инвестиция или хорошая сделка. Хорошие новости в том, что воштрейдинг иногда легко заметить. Давайте сравним несколько рынков, чтобы увидеть о чем я говорю. Начнем с биткоина к USDT на Байнансе. Теперь Байнанс это самая крупная криптобиржа и биткоин это самый крупный криптоактив. Тут очень много ликвидности и настоящей торговой активности. Ни Сатоши, ни Байнансу не нужно подделывать торговую активность, потому что ее достаточно. И это то, как выглядит объем. Он то там, то тут. И как мы можем сказать, это настолько органично, насколько может быть. Опять же, это не значит, что воштрейдинг не может произойти на этой бирже. Или что умные деньги не могут манипулировать ценой биткоина. Но настолько большой рынок не манипулируется таким же образом или до такой же степени, как мелкие и менее ликвидные рынки. Для примера, вот безыменная крипта на мелкой централизованной бирже. Объем очень равномерный, а покупка и продажа находится в эквилибриуме долгое время. Конечно же, вы не можете ожидать, что этот график будет выглядеть так же, как биткоин. Но принцип все еще сохраняется. Настоящий торговый объем прыгает туда-сюда и не выглядит вот так. Это самый неприкрытый вид воштрейдинга. Потому что они даже не беспокоятся о том, чтобы это выглядело как органичная активность. Инсайдерам больше нечего делать, кроме как играть в игру купи-продай, чтобы спрятать тот факт, что никто не торгует токеном. И это происходит на децентрализованных биржах также. Вот здесь у нас безыменный мем-коин. И глядя на объем, похоже, он колеблется больше, чем прошлый график. С другой стороны, объем никогда не падает под минимальный уровень. Ну, поскольку это DexScreener, вы можете видеть, как эти транзакции происходят. С первого взгляда существует некоторая рандомность, которую стоит ожидать от реального трейдинга. Но при ближайшем рассмотрении, это те же пара кошельков, проводящие похожие транзакции со случайными суммами. Это боты, играющие в тот же пинг-понг. Но в этот раз они хотя бы меняют размер транзакции, чтобы сделать это чуть-чуть менее очевидным. Итак, если вам не нравится, когда вас вводят в заблуждение, ищите паттерны в торговом объеме, которые могут быть подозрительными. Если вы используете децентрализованную биржу, используйте инструмент, такой как DexScreener, чтобы проверить транзакции. Вы можете увидеть, как те же самые кошельки проводят похожие транзакции весь день. Не очень реалистично. Не правда ли? Если все эти манипуляции испортили ваше настроение на тему крипто, не беспокойтесь. Каждый финансовый рынок в мире подвержен какого-то рода манипуляции. От очень сильно регулируемого рынка Форекс до акций и крипто. Мы все в одной и той же лодке. Это институционалы, которые контролируют 99% ресурсов и тратят весь день, каждый день, пытаясь отнять у нас, маленьких людей, 1% крох, который остался. Хорошая вещь о крипто, тем не менее. Это то, что все, что происходит на цепи, публично. Манипуляции обычно происходят средь бела дня. Так что, по крайней мере, вы можете быть уверены в том, что происходит. Когда дело касается централизованных бирж, ну, некоторые хуже, чем другие. И если от одной из них исходит плохой вайб, вы можете бойкотировать ее. Самостоятельное хранение всегда конечная цель в любом случае. Помните, знание – это сила. И чем больше вы знаете… Ну, кто назовет вас тупыми деньгами, если вы знаете все трюки из книги? Книги заказов? Конечно же.